Промежуточные выборы в Конгресс через две недели и Барак Обама уже вполне полноценно включился в политику. Накануне он выступил в Лас-Вегасе на предвыборном митинге, где призвал избирателей помнить о своих обамовских достижениях. Его речь сводится к тому, что при 44-м президенте экономика росла, а при 45-м кризис, кошмар и, в общем, какой-то ужас. Впрочем, тут же Обама говорит, помните, кто запустил развитие экономики, которым хвалятся действующие власти? Тут, кажется, немного нарушена логика. Впрочем, давайте послушаем самого оратора. Мы оказались в гуще самого худшего экономического кризиса нашей страны. Так уже было, когда у власти были республиканцы. Это интересно. Я только надеюсь, что народ обратит внимание на этот паттерн. Наши оппоненты растаптывают все, чего мы добились, и нам приходится идти назад и все исправлять. Когда я покинул Вашингтон, росли зарплаты, уровень бедности снижался и становилось все меньше людей без медстраховки. В таком состоянии я передал все следующему хозяину Белого дома. Поэтому, когда сегодня вы слышите про чудеса экономики, помните, кто все это начал. Сейчас у нас есть шанс вернуть здравый смысл и нашу политику. Мы можем сдвинуть чашу весов и вернуть власть американскому народу. Единственный путь сделать это – принять участие в выборах. И в продолжение темы выборов. Смешанные чувства испытали американские избиратели, увидев в телеэфире крепкие мужские объятия двух немолодых белых мужчин. С одной стороны, они оба республиканцы, а впереди выборы. Один поддерживает другого. Это нормально. С другой стороны, эти двое еще пару лет назад были лютыми врагами. И если уж мы говорим о традиционных ценностях, то в списке республиканских скреп, очевидно, присутствует следующий тезис. Тот, кто оскорбил мою семью и даже не извинился, не может быть прощен. Или может. Кандидат в президенты Дональд Трамп в 2016 году осуществил у себя в Твиттере сравнительный анализ внешних данных своей жены Мелании и супруги сенатора Теда Круза Хайди. В том же 2016 году Дональд Трамп заподозрил отца Теда Круза, Рафаэля, в причастности к убийству Кеннеди. Именно так, к убийству Кеннеди. Будущий президент ошибался, но ему эту оплошность простили избиратели. Простел и Тед Круз, ведь он больше не баллотируется на главный пост в Америке. Он лишь пытается переизбраться у себя в Техасе. Раньше глава государства, умеющий подыскать каждому из своих оппонентов емкие характеристики, называл сенатор из Техаса Лагунишкой. Лагунишка Тед. Кто не помнит Лагунишку Теда? Но вот теперь нашлось новое определение. Красавчик. Мы собрали несколько заявлений двух политиков, чтобы проиллюстрировать метаморфозу. Ты самый большой врун. Тед Круз врал про Бена Карсона, когда он забрал голоса его избирателей в Айобе. И он продолжает врать и сейчас. Он все что угодно скажет. Он мерзкий парень. Дональд известен своей привычкой кричать лжец, лжец, лжец каждый раз, когда кто-то цитирует его самого. Да-да, Тед Лагунишка. Я не привык поддерживать кого-то, кто атакует мою жену и моего отца. Я не хочу его поддержку. Мне не нужна поддержка Теда Круза. Тед, оставайся дома. Расслабься. Некоторые из вас пишут про раскол среди республиканцев. Ну вот я сейчас поднимусь в самолет, на котором гигантскими буквами написано «Трамп». У нас с Тедом прекрасные отношения. Да, мы ругались во время предвыборной кампании. Да, но потом я сказал ему, что все окей. Мне нравится Тед. Я его называю «Техасский Тед». Он прекрасен. Для меня большая честь то, что президент сегодня здесь для того, чтобы поддержать мою кампанию. А я буду поддерживать кампанию по его переизбранию на посту президента Соединенных Штатов. Народ Техаса скоро переизберет человека, который стал моим хорошим другом. Вы помните, что между мной и Тедом были некоторые разногласия? На самом деле, если вы хорошо подумаете, то вспомните, что сначала это была любовь. Все дело в том, что в традиционно Красном Техасе набирает популярность синий кандидат. Бета Арурк, человек, выступающий за либеральную иммиграционную политику и за свободу самовыражения. За свободы вообще. Редкое явление в крайне консервативном штате. И удивительно, что тяжеловес Круз опережает Арурка только примерно на 7%. Палату представителей с большой долей вероятности вернут под свой контроль демократы. Сенат под вопросом. Именно поэтому республиканцы во главе с президентом забывают обиды, меняют предпочтения, придумывают новые характеристики для нужных людей. Поговорим о принципах и ценностях с либералом и консерватором. Следуем принципу по обе стороны. Сейчас у нас на связи Александр Флинт, политолог, как раз либерал. И Елена Пригова, консерватор. Елена, здравствуйте. Слышите ли вы меня оба? Да, да, да. Добрый день. Слушай, прекрасно. Отлично. Большое спасибо, что присоединились. Ну, если позволите, к Елене, как к даме, первый вопрос. Как вы оцениваете вот это изменение в отношениях между Трампом и Крузом? Нормально оцениваю. В политике, знаете, есть приоритеты, есть интересы. Политика – дело грязное, где милые бронятся только те же. Поэтому в данном случае интересы страны, интересы партии, они выше личных интересов и личных обид. То есть у вас... Я вам могу напомнить прекрасные отношения, в кавычках, между Хиллари Клинтон и Бараком Афамой. Я могу напомнить, что те же люди, которые поливали блязью покойного Маккейна, говорили о нем после уже того, как он поддержал решение, скажем так, против своей партии. То есть партийные решения, вы знаете, поскольку я человек не партийный, мне гораздо проще. Я за то, чтобы общество предлагало возможность общения, нормального общения, и все должно идти во имя интересов нашей страны. Не партийных интересов, а интересов нашей страны. Вот люди забывают, что в нашей стране партийные интересы сейчас занимают первое место, главное место. А нужно думать категориями государства. Вот что выгодно государству, если не выгодно. Елена, я прошу прощения, вот если я правильно понимаю, то избиратели Дональда Трампа пошли на выборы в 2016 году и проголосовали за него, в частности, потому что он обещал осушить вот это Вашингтонское болото, что, дескать, все там элиты съедено, по правилам все играют, а я приду, такой не из стеблишмента, весь в белом, и это все, значит, осушу. Ну вот сейчас то, что происходит, вы говорите, он играет по правилам, по тем же, что Обама и Хилари, и так далее, и так далее. А разве у вас не возникает протеста в этой связи? У меня, вы знаете, у меня возникает определенная ирония. Потому что я не могу протестовать против того, что не зависит от меня, я могу улыбаться. Потому что все, что я сейчас воспринимаю, это просто фарс, это просто ирония. И без вот этого чувства иронии вообще ко всему относиться серьезно нельзя. Я прошу прощения, точно так же я вот слушаю господина Обаму, мне хочется сказать, что мы имеем Трампа, только благодаря того, что у нас был господин Обам. Не могу с вами спорить, чистая правда. Я здесь, кстати, ничего бы не стояло. Вот он заложил вот ту ситуацию, которую мы сейчас раскребываем. И имеем. Александр, если позвольте, вам вопрос, поможет ли поддержка Дональда Трампа Теду Крузу, на ваш взгляд, как политолога, задаю его, почему я этот вопрос. Потому что, по мнению ряда обозревателей, например, с учетом вот их ссоры и такого откровенного неприятия друг друга еще два года назад, нынешняя их дружба и слова о любви, например, должны вызвать, по идее, у здравомыслящих, в том числе консерваторов, чувство отторжения. И, дескать, это будет такая медвежья услуга со стороны Трампа Теду Крузу. А вам как кажется? Мне кажется, что политика – это грязное дело. И то, что было два года назад, если они оба забыли это, значит, их это устраивает. А публика, которая голосовала за Трампа, она будет голосовать за Трампа дальше. И те, которые голосовали за Круза, тоже будут голосовать дальше. Скорее всего, скорее всего, может быть, будет какая-то дополнительная помощь от Трампа Крузу. Но сказать, что он очень помогает своей партии, нельзя. Потому что был ряд исследований буквально последнюю неделю, которые говорят, что Трамп популярен как президент. Он набивает себе очки своим тем, что он постоянно выступает, ходит и так далее. Но при этом он не передает эту популярность своей партии. Его нижняя палата Конгресса, палата представителей, республиканцы там в очень плохом состоянии на сегодняшний день. В Сенате это намного лучше у них дела. Поэтому, насколько он будет успешен, я скептически смотрю на эти вещи, на его успешность, вот помочь ему огромным коллегам. Себе да, но им нет. Елена, какие у вас ощущения относительно перспектив партии, именно партии? Я тоже считаю, что, скорее всего, промежуточные выборы станут у нас синими, голубыми в Конгрессе. Но это не станет голубой волной, о которой мечтают демократы. Не будет этого. Но я спокойно совершенно к этому отношусь, потому что исторически так сложилось, что второй год пребывания президента власти, как правило, заканчивается победой в Конгрессе его оппонентов. Ну да, то есть если бы президентом сейчас был демократ, то на промежуточных выборах, соответственно, победили бы консерваторы. Я думаю, что нам действительно необходим баланс. Но в данной конкретной ситуации то, что предлагает демократическая партия, меня категорически не устраивает, потому что они ничего не предлагают. Они предлагают исключительно протест против действий Трампа. Они протестуют против всего. Вот если Трамп скажет «слишно», они обязательно скажут «бритое». Вот это деструктивное поведение целой партии, которая ничего не может предложить. Вы задайте себе вопрос, какую программу предлагает демократическая партия. Вы не услышите об этой программе? Я слышала эту критику в адрес демпартии. Между прочим, она, наверное, имеет действительно право на существование. Но вам ответят представители демократической партии, что в частности они в первую очередь, сейчас последние данные, например, Wall Street Journal об этом пишет, в первую очередь делают акцент на системе здравоохранения, то есть на вещах, которые необходимы именно в социальной жизни американских граждан. Значит, здравоохранение, страховки, помощь льготы, помощь социально незащищенным гражданам и так далее, и так далее. Это вы считаете неэффективный ход, Елена? Я считаю, что они предлагают ту форму, которую они предлагают. Они уже предложили Обама Керр. После Обама Керр говорить о том, что они стараются исправить что-то и изменить что-то, нет. Эту систему нужно ломать, потому что она неисправляема. Я прошу прощения, очень важная статья была из той же Washington Post. Почему я говорю о Washington Post? Потому что, как правило, вы знаете позицию Washington Post в отношении к администрации Трампа, здесь и Трамп. И была статья позавчера Дэвида Геллорфнера, очень интересная статья, почему они ненавидят Трампа. Эту статью я рекомендую прочтению тем, потому что дается просто объяснение очень умным человекам позиции Трампа и почему происходит то, что происходит. И нужно учитывать, что все-таки рейтинг 47% и одобрение Трампа, это самый высокий рейтинг, который у нас был у президента в тот период второго срока. Удивительно, у всех разные какие цифры, Елена. Совершенно иначе на эти цифры смотрят демократы. Вообще иначе. Эти цифры напечатаны, между прочим, в демократической прессе. Александр. Сейчас цифры идут примерно 42 на 52. То есть 42% одобряют президента, где-то 52. Нет, то есть считается дейнджер-зон для любого президента меньше 40%. 42% это на границе. Но надо сказать следующее, что, понимаете, в американской политике существует, вот у нас 255 миллионов человек, которые будут голосовать. Ну, имеют вернее право голосовать. Они разделены на 5 групп. На сегодняшний день, вот я просто делал несколько обычных подсчетов, получается, что за Трампа выступает 26%. Точно те же самые 26% выступают четко против Трампа. Есть еще 24%, которые участвуют, скорее всего, не будут ни в чем. И идет битва за так называемых независимых кандидатов, вернее, избирателей, которых тоже 24%. Вот эти 24% на сегодняшний день 47% к 28% в пользу демократов. То есть вот этим это определяет. Я бы попросила вас, если позволите, оценить заявление президента Соединенных Штатов. Знаете что, я вообще-то националист, сказал он. Я пытаюсь передать тон. Вчера, накануне, на том самом митинге в Техасе, Дональд Трамп заявил. Как на это смотреть, Александр? Вы понимаете, он может говорить что угодно. Но то, что я вкладываю в это понятие, что он, наверное, это разные вещи. Потому что я считаю, что говорить я националист в моем лексиконе, это нечто страшное. А в его лексиконе, я так понимаю, что он, наверное, считает, что это, наверное, что-то нечто патриотичное. Ну, как бы, Америка прежде всего, да. Ну, да, скорее всего... Елена, а вас не резануло это слово? Я не резанула. Я объясню, что у меня не резануло. Потому что националист это тот человек, который любит свою нацию, любит свой народ. Когда мы говорим о... Очень снать я. Да, когда мы говорим о сионист, каждый вкладывает свое значение. Евреи скажут, что это положительно. Но сионизм и национализм это, в общем-то, знать иролизм. Это не фашизм, это совершенно разные вещи. Поэтому, говоря о национализме со знаком Нилу в наше время, я бы не говорила, потому что национализм, может быть, это любовь к Америке, это желание сделать нашу страну приоритетной для американцев и для ее, скажем так, власти. Почему не сказать, я патриот, например? Почему я националист? Я за американцев. Знаете, я не могу вкладывать лексическую форму в голову. Да, но это значит, что он как бы против неамериканцев. Вот так это воспринимается в нашем сознании, либеральном уж, простите. Понимаете, вот сейчас вы вкладываете то в его уста, что он не говорил. Он просто, может быть, неправильное слово нашел, неправильное, я сказала, электрическую форму. Может быть, немножко мягче нужно было сказать. Но вообще, честно говоря, воспринимать серьезно то, что говорит Трамп, он говорит и делает. Наши многие политики говорят и не делают. Вот он делает. И именно благодаря тому, что он делает, кстати, вы совершенно ошибочно говорите о рейтинге, в сторону нашего ЦРУ. Лена, ну очень сложно не воспринимать его слова серьезно. Саша, мы с тобой... Ну как же он же президент. Он президент, еще раз говорю. Я смотрю на действия. Не на то, что он говорит. Потому что у нас очень многие люди говорят. Вот говорил Обама. Ты веришь, что может быть оба? Ну там каждое слово. Нет, ну Обама, вот то, что вы слышали ролик, он сказал, все правильно. Абсолютно. Вот то, что было вначале, абсолютно правильно. Экономика действительно начала идти вверх при нем. Ну вот я комментирую то, что я просто услышал. Давай тогда смотреть на показатели. Показатели на сегодняшний день такие же, как были при Обаме. Мы смотрим конечный, допустим, итог ВВП за год. ВВП за год у нас 2,6% сейчас. То же самое абсолютно было при Обаме. Мы не говорим промежуточные результаты по кварталу. Когда эти результаты выйдут, скажем, за 3% ровно, вот тогда да. Мы меряем всех двойными стандартами. Мы с тобой как-то говорили о том, что чисто психологически, если вы возьмете какое-то изречение Трампа, вы скажете, что это сказал Обама, и демократы будут руку пенсировать. Как только вы скажете, что это произнес Трамп, сразу скажут, ну неужели. Мы оцениваем политиков с точки зрения своих... Я не совсем поняла, Александр, логику у Обамы, в том смысле, что он говорит, что весь рост был заложен, дескать, при мне, но в перспективах у нас катастрофа и кризис. Вот я не поняла, то есть либо рост уже, либо кризис. Давайте определимся. Нет, это все очень просто. Экономика идет циклами. Она не идет вот за счет... Вот сегодня мы объявили, она пошла вверх. Значит, как только закончился кризис 2007-2009 годов, начался подъем. Он начался подъем за счет каких-то действий Обамы и его правительства. У него была потрясающая экономическая команда, особенно в начале, которые заложили этот рост. Он этот рост, к сожалению, не был, вот как в других кризисах, очень резко вверх. Он был такой очень медленный, анемичный в какой-то степени. Но он есть, и он вот сейчас как бы продолжает набирать свои обороты. Вопрос заключается в том, что при том, что рост есть... У нас огромный дефицит, рекордный дефицит бюджета. Триллион долларов, 25% от годового бюджета. Это настолько много, что это не может и начать влиять отрицательно на ту же экономику. То есть, ну сколько мы еще можем вот такой бюджет, таким дефицитом держать? Может быть, один год. После этого... А за это Обама не несет ответственности, я прошу прощения? За дефицит бюджета 2018 года нет. Это бюджет, который был принят Трампом, который учитывает... А до того, что не было дефицита? ...дополнительные недоходы, которые он получает. До этого дефицита было намного меньше. Я прошу прощения, когда мы говорим о цикличности экономики, это все закономерно. Конечно, но вообще экономисты говорят о цикле в семь лет. Наш цикл уже длится в 10 лет. И экономисты, а экономисты у нас дают совершенно разные предсказания, они сами не знают, что происходит. Потому что одни говорят одно, другие говорят другое. Я разговариваю с бомбирами, они мне говорят, ну еще минимум год, будет все в порядке, дальше посмотрим. Но то, что сейчас происходит, оно как бы ломает определенные стереотипы. И мы можем только гадать, как вырезанно копейной гучкой. Но если можно, Елена, вот последний вопрос к вам. И очень коротко, потому что времени совсем больше нет. Как вы относитесь к теоретическому возвращению, например, Обамы в большую политику? Я понимаю, как Александр относится. А вот вы как бы встретили этого человека, 44-го президента? Цуки категорически против Обамы. Мне все равно голосовать за кого на следующих выборах. Я, например, буду голосовать за Трамп. И я вынуждена буду голосовать за Трампа, потому что кандидатуры, те, которые предлагает Демпартия, для меня они не приедут. Но еще есть время, Демпартия еще не предложила своих кандидатов, посмотрим. Но пока что они предлагают разных кандидатов, включая Байдена, категорически нет. Байден уже сказал, что он не будет. Но посмотрим, давайте, конечно, подождем. Большое спасибо. Что касается Обамы, категорически нет. Я вас поняла. Елена Пригова, сторонница республиканской партии Дональда Трампа, и Александр Флинт, политолог, были с нами на прямой связи. Спасибо вам за конструктивный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok